Масленицу на Кубани встречают с размахом. Звонкие песни, веселые хороводы, традиционное сжигание чучел в Славянском районе умеют и любят отмечать этот замечательный праздник. С понедельника началась масленичная неделя, которая предваряет масленицу. Самое главное блюдо этой недели – блины. Вроде бы приготовить их дело нехитрое. Так ли на самом деле? Ответ нашли наши корреспонденты. Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы побывали в семье Беляевых в хуторе Прикубанском. Глава семьи показал нам на веранде свой удивительный небольшой краеведческий музей, где нашлось место и предметам традиционного казачьего быта, и вещам советского времени, которые по прошествии лет становятся все более интересными в глазах современной молодежи. Пока мы рассматривали экспозицию, хозяйка дома хлопотала на кухне. Люба дорого было посмотреть, как ловко она управлялась с выпеканием блинов, которые один за другим появлялись на раскаленной сковородке, чтобы перекочевать потом на блюда. В семье Валерия и Ольги Беляевых двое детей, четверо внуков. Дочка Екатерина со своими двумя сыновьями приехала в родительский дом, чтобы отведать блинов, запивая их ароматным чаем. За неспешной беседой о приятных житейских делах незаметно бежит время. Очень вкусные блины разлетаются на ура. Есть ли в их приготовлении какой-либо секрет? Яйца взбиваются вместе с немножко сахарка, немножечко соли, и добавляется мука туда. Все это тщательно перемешивается, чтобы не было комочков. Добавляется молочко, тоже тщательно перемешивается. Я еще ложу туда ложку столовую маслица. Немножко постоят, они как настоятся блины, чуть-чуть постоят, ну с полчаса, минут 20, смотря сколько, когда времени есть. И ставится сковородочка, сильно раскаляется. Выходит, что секретов особых нет. Просто есть опыт и желание вкусно готовить. Масленичная неделя надолго запомнится своими блинами и встречами родных и друзей за хлебосольным столом. А там и сама масленица подойдет, которую в семье Беляевых отмечают по старым традициям. Делаем чучело масленицы, водим вокруг него хороводы, песенки поем, сжигаем это чучело. Когда оно горит, это чучело, и просим, чтобы весна пришла, чтобы была теплая, чтобы урожай хороший был, здоровья просим себе, близким. Масленицу очень любят на Кубани. Она знаменует собой встречу весны и покоряет веселостью и красотой. Завершится масленичная неделя 18 февраля прощенным воскресеньем. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok